Как отключиться от операционной деятельности в бизнесе на месяц и не потерять в эффективности? Поговорим об этом в этом ролике. Поехали! Добрый день, меня зовут Екатерина Азизова. Я управленец, предприниматель, совладелец компании Азаренок Про, в которой мы обучаем предпринимателей построению личного бренда. И, кстати, у меня, конечно же, подготовлен для вас подарок. 70 сервисов для делегирования и автоматизации вашего бизнеса. Пройдите по ссылке под этим видео и скачайте себе чек-лист. Итак, первый пункт, который здесь важно учитывать, это то, что у вас должен остаться какой-то ответственный. На самом деле, далеко не всегда это может быть топ-менеджер или управленец. Это может быть кто-то из вашей команды, кто зарекомендовал себя, работает с вами давно и действительно тот, кому вы доверяете. С этим исполнителем вы должны проговорить детально те параметры, за которыми он должен следить. И те моменты, когда он все-таки может быть с вами на связи. То есть, если вы в первый раз планируете оставить свой бизнес и уехать на месяц, отдохнуть или перезагрузиться, или может быть у вас какие-то жизненные обстоятельства, то, ну давайте честно, прямо-таки совсем не брать в руки в телефон навряд ли получится. Но вы можете взаимодействовать точечно с тем ответственным человеком, которого вы оставили на месте, и получать только ту информацию, которая нужна вам для принятия ключевых управленческих решений. Далее. С каждым из ваших сотрудников вы должны проговорить, что конкретно в этот месяц должно быть им сделано. Должны поставить четкие KPI, которые зафиксированы в CRM-системе. В этой CRM-системе также удаленно вы можете отслеживать, насколько эти задачи выполнены и насколько вообще в принципе ваши сотрудники реализуют ваши договоренности. Далее. Вы все-таки должны научиться получать отчет каждый день. Это может быть в формате письменного отчета от вашего ответственного сотрудника. Это может быть в формате отчетов от нескольких ключевых, допустим, руководителей, которые остаются у вас на местах. Это может быть финансовый отчет, маркетинговый отчет. Смотря что у вас является сейчас ключевым. Я каждый вечер получаю отчет от CRM-системы о том, какие оборотные средства поступили в компанию, сколько лидов к нам пришло и так далее. Эти вещи позволяют мне держать руку на пульсе, даже если я в течение дня не была на связи. Я только что упомянула CRM-систему. Это очень важный элемент управления в принципе. Тем более, если вы планируете оставить свой бизнес на какой-то период времени или вы планируете делать это в дальнейшем систематически, то есть выйти из операционки, вы должны научиться сами пользоваться CRM-системой и научить своих сотрудников работать именно в ней. Это любого рода сервис. Это может быть Битрикс, это может быть Асана, Трелло, да все что угодно. Главное, чтобы и вам, и вашим сотрудникам было удобно, комфортно, чтобы можно было отслеживать сроки ответственного, чтобы можно было пользоваться таймлайном, то есть расписывать в деталях и по дням те задачи, которые должны быть реализованы. Если у вас есть такая система, если вся команда приучена ею пользоваться, это значит, что вы можете управлять своим бизнесом из любой точки мира. Ну и еще один очень важный момент. С каждым сотрудником у вас все-таки должен быть договор найма, в котором прописаны и соглашения о неразглашении, и те обязанности, которые сотрудник выполняет, и те задачи, которые он может выполнять в том случае, если вы не на связи, и какие-то конкретные KPI, которые вы ему ставите. В общем, насколько детально подписан ваш договор, настолько вы можете рассчитывать на этого сотрудника, когда вы уезжаете. Конечно же, я говорю в основном о формальных элементах, но мы не должны с вами списывать со счетов внутренние договоренности, внутренние ваши взаимоотношения, и насколько комфортно вашим сотрудникам работать в вашей компании. Вы утруждали себя построением внутренних отношений между вами и вашими топами, вашими руководителями, у вас внутри команды здоровая атмосфера, у вас в целом сотрудники довольны, счастливы и рады вместе с вами работать, или у вас есть какие-то конфликты. Потому что если в вашей компании первый случай, то есть все довольны и понятно заряжены на результат, тогда вы можете оставить свой бизнес на месяц, и контролируя его всего лишь один раз в сутки, держа руку на пульсе, понимать, что у вас все происходит правильно. А вот если у вас ситуация не такая, тогда пишите, пожалуйста, в комментариях, и я буду снимать вам видео относительно того, как выстроить действительно грамотную атмосферу внутри вашей команды, как решить проблему, как решить конфликт, как выйти из конфликта, как правильно увольнять. Если вам эти темы интересны, пишите комментарии, и я с удовольствием сниму для вас еще видео на эту тему. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить наши дальнейшие выпуски. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова